Привет, меня зовут Алексей. В этом видео я расскажу немного о 4 июля и о том, до чего доводит алкоголь. Америка 4 июля отмечает День независимости, независимость от Британии. Британия хотела обкладывать налогом Америку, но не хотела Америку никаким образом представлять у себя во власти. Американцев это не устроило, и, значит, американцы стали независимыми. Это вкратце. В России нет Дня независимости, потому что Россия официально никогда ни от кого не была зависима. Сейчас принято все праздники перенимать. Наверное, 4 июля, может быть, будут отмечать. Ну, по крайней мере, все знают об этом празднике. Значит, сейчас интересный момент. Британия вышла из Европейского Союза, и сейчас уже идет разговор о том, чтобы Британия присоединилась к Америке. Очень интересно, да, то есть, как все меняется в нашей жизни. Когда-то Америка была колонией Британии, сейчас Британия может стать колонией Америки. Ну, неважно. Как отмечают американцы День независимости? Ну, во-первых, это выходной. Получилось так, что 4 июля выпало на понедельник. Соответственно, суббота, воскресенье выходной, понедельник тоже выходной. Люди уже в пятницу вечером начали уезжать. То есть, получилось выходных три дня. Это хорошая возможность поехать, встретиться с родственниками, там, выход на природу. Значит, обязательно будет салют, хлопушки. Вот, в Нью-Йорке фейерверки запрещены. То есть, будут ли хлопать нелегальные фейерверки? Да, будут. Значит, будет ли с этим полиция бороться? Да, будет. То есть, официально будет салют с корабля или с какого-то там определенного места. И этим будет заниматься, как бы, компания. То есть, сами люди, хлопушки не имеют права ни хлопать, ни запускать никакие фейерверки. В других штатах по-другому. Например, в штате Пенсильвания, пожалуйста, вы можете покупать и хлопать. Это ваше дело. Но в Нью-Йорке это запрещено. И я думаю, что к лучшему. Потому что это уже большой город. Люди пиротехникой не могут пользоваться. В целом, значит, праздник празднуется как застолье. Может быть, кто-то немножко выпивает. За всех не скажу. Застолье, встреча с родственниками, барбекю. Ну, вечером салют. Дальше все там, все разошлись. На следующий день на работу. Мы начали праздновать 4 июля за день 3. Ну, мы тоже там, у нас все как у всех. Шашлыки решили сделать. Вернее, не шашлыки. Пожали стейки. И тут к нам на огонек заглянул Борух. Борух пришел не с пустыми руками. Борух пришел начитанный. Давайте Борух немного расскажет о своих ощущениях и о том, как он празднует 4 июля. Славик, расскажи, что ты читаешь, Славик. Ну, мы читаем. Книга пустая у тебя, да? От книги остались только вот колпачки. А где содержимое книги? Ты уже все? А, вон, содержимое книги. Вот оно. Давай, положим сюда книги. Салюша, давай. Ты читаешь, да? И так ты как бы 3 июля отмечаешь, правильно я понимаю? Да. Да? Я хочу читать. Молодец. Есть что передать тебе? Конечно. Ну, давай, передавай. Я пока пойду мясо посмотри. Сформулируй мясо, я пока мясо посмотрю. Нет, туда можно. Мясо, кукурузка, все дела. Ну, так что, как 3 июля правильно отмечать, расскажи. Ну, я... Первым день надо сделать Лехаэм. Лехаэм? Лехаэм ты уже сделал, по-моему. Ну, я сделал на стороне. А в Итри я должен сделать сейчас. Понятно. А праздник как праздновать будешь? Ну... Ха-ха-ха-ха. According to... Brian. Это праздник есть? А какой праздник-то вообще завтра? Завтра какой праздник, ты помнишь? Yes. Какой? July 7. July 7? Independent days. Понятно. Ну, ладно, давай. Давай, передавай, передавай привет в Россию, в Украину. Ну, окей, ну... А как можно передать? Вот сюда прямо. Прямо... Да-да-да, прямо сейчас давай. Прямо... Куда именно? В общем, Борух кривлялся-кривлялся на стуле и упал со стула и ударился головой о стену. Причем ударился он очень сильно, и я сразу понял, что дело добром не кончится. Поднимать я его сразу не стал, потому что я вообще, как бы, не знал, что будет происходить. Тут, значит, обнаружилось, что у него течет кровь. Ну, я понял, что дела плохи, надо вызывать скорую помощь. Удивило то, что проходящая мимо мексиканка, там, с парнем, они даже по-английски не говорили, они тоже начали звонить 911. Причем я им показываю, что я звоню сам с телефона, но она, как бы, не доверяя мне, все равно тоже начала звонить 911. Мне это, с одной стороны, немножко, как бы, не понравилось, то есть, какого черта ты лезешь, ну, как сказать, в чужие дела, да, ты свой нос там суешь. С другой стороны тоже, она же не знает, вдруг мы там все пьяные или еще что-то. Кстати, я ни стопки не выпил, да, то есть, Борух пришел уже готовый. Вот, она может думать, может, мы все пьяные или что, а тут человек лежит и умирает, то есть, она проявила свою гражданскую позицию, поэтому у меня, как бы, по ней смешанные чувства. Вот. Ну, тут приехала скорая помощь. Скорой помощи сразу стало все ясно. Причем, я говорю скорой помощи, слушайте, забирайте его в госпиталь, а они говорят, а мы без его согласия в госпиталь его, значит, забрать не можем. Когда Боруха спрашивают, Борух, ты хочешь поехать в госпиталь или нет, Борух мучит от чего-то. Вот, ну, он там начинает сразу на хибру говорить, то есть, он все слова, которые знает, начинает там их применять. Вот, и, значит, я говорю, забирайте его, а мне скорая помощь говорит, понимаешь, мы не имеем права без согласия человека брать, то есть, если он не хочет, это получится как киднеппинг. То есть, получается, что мы украли человека по такой логике, мы можем заходить в любой дом, брать там человека и ввести его в госпиталь, да, то есть, пока он сам не согласится, мы его не повезем. Я говорю, ну, давайте я тогда поеду вместе с ним. Вот, ну, тут, в общем, разговорились, ну, они как бы поняли, что, то есть, человека надо, ну, как бы, забирать. А тут они Боруху начали говорить, что сейчас приедет полиция и в наручниках тогда поедешь в госпиталь. В общем, еле как мы Боруха подняли, в общем, Борух начал говорить, уже начал условия ставить скорую помощь, в какой госпиталь его повезут? То есть, он, мы говорим, давай хуйня, потому что он ближе к нам находится. Нет, Борух требовал, чтобы его увезли в Маймоне, да, потому что он ближе к его дому. Ну, то же как, услугами такси он решил воспользоваться в карете скорой помощи. Вот, ну, пока мы его забирали, Борух просил на коня его еще налить, пока мы его увели в скорую. Вот, ну, и все, и Боруха, в общем, увезли. Борух был в хорошем настроении, но я за него боялся, потому что, как бы, сейчас, может быть, типа, все весело, а там, на самом деле, сотрясение. Но потом я ему наутро перезвонил, Борух уже трезвый, извинился за свое поведение, сказал, что швы ему не накладывали, вот, и, в общем, все в порядке, что он больше себя так вести не будет. Ну, а вам вот я хочу сказать, что алкоголь, особенно переизбыток его, может приводить к очень печальным последствиям, да, то есть, хорошо, вот, Борух, как художник, пришел, тут навел шухер. Было вначале страшно, потом, конечно, когда он уехал, смеялись, вот, но чуть не так может человек удариться виском, и все, и на этом может все прерваться, и весь праздник, и жизнь может прекратиться, и все, из-за проклятого алкоголя, да. Поэтому, если уже вы выбираете пить, ну, знайте меру, потому что, если вы перебираете, то потом можно не только еще и себе сделать плохо, можно еще и окружающим сделать плохо. Поэтому, если будете праздновать праздники, особенно наши американские, такие, как Хэллоуин, День Святого Валентина, может быть, скоро начнет 4 июля праздновать, вот, то, пожалуйста, меньше алкоголя. Ну, такая вот была у меня история, как мы праздновали 4 июля. Сегодня у нас будет салют, может быть, я немножко тоже поснимаю уже на мобильный телефон, и позже выложу, и вам покажу. Ну, все, счастливо!